Всем привет! Сегодня видео о Турции, о жизни в Турции, о турках. Мне захотелось снять такое видео, ну, такое развлекательного, легкого формата и жанра, особенно те, кто планирует переехать, или о менталитете, или с турками общается, или по работе, или отношения какие-то дружеские, еще что-то. Мне захотелось вам снять такое видео, рассказать, что у каждого турка есть. Вы можете сказать, о, это есть и у нас, или у нас... Я именно про турок, да, это может быть и у вас, это не исключает, что у вас как-то может быть по-другому. Ну, короче, это то, что у каждого турка или у каждой турчанки такое есть. Некие такие особенности мелкие, бытовые, индивидуальные, да, какие-то, то, что вы в кино, там, в сериале, в телеке, вы это не увидите. Такие особенности жизненные, житейские что-то. Так вот, у каждого турка, у каждой турчанки, в каждой квартире, конечно же, будет турецкий кофе, турка электрическая, либо металлическая для заваривания кофе, и каждый турок, даже если это супер маминкин сынок, да, которому мама, там, наверное, даже приходит убирать, там, трусики перекладывает по полочкам, маечки навещает своего сыночка, холостяка и так далее, даже в холостяцкой любой квартире будет турецкий кофе, турка, и каждый турок заварит себе кофе. То есть он не будет ждать, когда там мама, или он пойдет его купит. Турецкий кофе, это же настолько в традициях, менталитете, в культуре этих людей, вот он позавтракал, например, там, я не знаю, омлетик какой-то, и себе сделал, или заказал еду на завтрак себе домой и так далее, но кофе турецкий, он же остынет, он будет невкусный, каждый турок, там, конечно, ничего мудреного нет, но каждый турок, даже самый ленивый, самый маминкин сынок, он всегда себе кофе турецкий сварит, без кофе не жизнь. После завтрака это стандартно, пьем даже чай на завтрак, а потом надо выпить турецкого кофе, там, через часик где-то, через полчаса после завтрака. Я вообще не знаю ни одного турка, кто бы не пил турецкий кофе. Нес кафе многие не пьют, кто-то пьет. Нес кафе, кстати, нес кафе это не фирма, а растворимый кофе в гранулах. С молоком, без молока, с сахаром, с сахаром, тоже такие нюансы, они его называют нес кафе, любой растворимый кофе. Они могут не пить сладкое, нес кафе кофе растворимый, но турецкий кофе, я вообще реально за многие годы здесь жизни не слышала, чтобы кто-то отказался от кофе. Единственное, что я слышала несколько раз, когда человек говорил, я не могу, у меня нельзя, или у меня давление, мне доктор не разрешает, кофе мне нельзя. То есть это только медицинское противопоказание. И даже в любой следующий пункт холостяцкой квартире всегда есть какой-то шкафчик, коробочка, контейнер какой-то с бытовой химией для уборки набор. Там средства мутитекола, какой-то там GIF-A-NASIF бренда, там какие-то химические, короче, тряпки, приблуды, швабры, вот это все. Либо кладовка, в которой это стоит, если это маленькая квартира, какой-то там, я не знаю, коробочка, контейнер какой-то и так далее. Даже если это турок-холостяк, который живет один, казалось бы, почему убирать что-либо будет, у него, значит, может приходить либо уборщица, которая будет пользоваться этими средствами, либо мама, которая за ним смотрит, не отпускает своего сыночка, приходит ему периодически убирать пол, помыть, там, пыль протереть, и тогда этим пользуются. То есть они очень чистюли, я вообще молчу про турчанок, про семьи, где семейно живут, да, я просто больше как-то про одиноких даже турков рассказываю, что когда это, ну, такое вот бытовое что-то, то есть настолько это естественно, они очень чистюли, вымывают с хлоркой, они вообще идентичны до этого дела. По поводу еды хочу отметить, даже в доме холостяка, в каждом семейном доме, да, где муж и жена живут, это вообще в каждом доме есть какая-то крупа, это фасоль, бобовый, мерджимек, там, я не знаю, булгур какой-то и так далее. Они очень любят крупы, их много готовят, это везде солчат, это томатная паста, крупы какие-либо, либо бобовые, сухие, да, из которых можно готовить, и подсолнечное, либо оливковое, либо растительное, вот оливкое растительное, либо сливочное масло, какое-то хотя бы одно из масел, на котором жарят. Они любят жареную еду, и даже в доме, где мало готовят, или куда заказывают еду, ну, там, одинокая девушка, там, я не знаю, работает. В общем, вот этот набор, ва-ля солчат, масло там, у бобового есть фактически в каждой, не знаю, кухонной кладовке тоже такой набор продуктов. Это вот традиционное, сконное, или это те продукты, на основе которых вы что-то готовите для турка, он всегда это съест. Им настолько это близко. Они могут кто-то не есть мясо, кто-то любит больше овощи, но либо мясо будет с вот крупами, с булгуром, либо это будут овощи и тоже эти какие-то крупы, то есть уже излишки каких-то проблем с питанием у кого есть, какой-то выбор свой, там, диеты и всякое прочее. Но вот это есть всегда и везде, то есть это вообще железобетонно. Также средства по уходу. У каждого практически турка, назовем так, есть какой-то бритвенный станок, триммер, бритва какая-то, финдиперстовая для бороды, усов, там, я не знаю, волос на голове, у женщин, я вообще молчу, это обычно всегда всякие восковые полоски для домашней депиляции, эпиляции волос, либо машинки для этого и так далее. Если вы увидели в семье или в квартире у турка, или у турчанки, или у семьи, этого ничего нет, значит, у них есть запись в салон на электролазерную, короче, на эпиляцию, или на лазерную эпиляцию, или она там на шугаринг какой-то идет, да, то есть, либо они сами удаляют волосы, либо они ходят за этим в салон для этих услуг. Это очень распространено, турки борются с волосами, очень много, как понимаете, волосатых людей, ну, это генетика тут, очень много таких, да, с волосиным покромом, чтобы прям запущены такие варианты, это очень редко встречается, больше, ну, какой-нибудь там провинция, куда-то человек, да, где меньше за собой ухаживают, или там средств у него для этого меньше. Если вы в городе такого человека очень волосатого увидели, я вам честно скажу, что, возможно, у него это еще лучший вариант, то есть, у него настолько много волос, что это уже после эпиляции какой-нибудь, после какого-то ухода, очень к этому педантично относятся, это прям считается, ну, знаете, как вот прям обыденные рутины, как чистить зубы, мыть волосы, там, еще что-то, да, ходить там к парикмахеру, вот они всегда, вот борьба, назовем так, как с волоседым покровом, с волосами, здесь очень актуально, ну, потому что волосы темные, очень заметные, они все либо какие-то усики, там, женщины выщипывают, выдергивают восковую эпиляцию, сами дома делают салон, ходят еще как-то, мужчины точно так же, или в большинстве, я вот про мужчин, друзей мужа, также слышу, что в основном ходят на лазерную эпиляцию, она очень здесь популярна, вот эти всякие, то есть, условно, пройти курс, чтобы волосы просто, как бы сделал, да, они там медленнее растут, или вообще перестают расти в каких-то участках, да, то есть, ты, короче, примечно выглядишь, проходил курс, и, короче, спокойно живешь, отдыхаешь, то есть, у них это вообще не то, что принято, это вот как покушать, как чай выпить, обычная, повседневная, обязательная рутина, за этим очень следят. Также давайте вот про такое интимное еще немножко поговорим. У каждого турка всегда есть белые рубашки, белые майки, у каждой женщины есть всегда не одно, один комплект, а несколько, как правило, какого-то телесного цвета белья, танринге, то есть, невидимое белье под одеждой, бюстгальтеры, нижнее белье, цвета кожи, бесшовное белье, я уже молчу, что в каждом бельевом отделе дофига навалом выбора, это очень, кстати, плюс, всяких подъюбников, подплатников, крючочков, лямок прозрачных, таких-сяких, незаметных, вот этих всех нюансов, потому что показывать нижнее белье, это неприлично, декольте большое, ну, как бы неприлично, когда у тебя под одеждой прозрачное белье видно, одевают всегда майки какие-то, что-то под низ поддевать, это показывать лямку белья своего, или там очертания нижнего белья, трусов каких-то, это неприлично, вообще максимум, бестактно, некрасиво, там, неуважение окружающих, почему они должны на это смотреть, также и мужчины, да, они очень многие любят белые рубашки, или там какие-то футболки, тогда нет рубашка, если мужчина всегда, у него под низом есть майка, потому что бы не видно было грудь, там, соски, волосы, еще что-то, то есть максимально, да, за этим следят, то есть интимная кожа, покровы, это что должно быть скрыто, и у мужчин, и у женщин, это как бы немножко момент и культуры, и религии, конечно, пересекается, это всегда такая табуированная тема, поэтому у них много всяких правил на эту тему, приблуд всяких, вот я говорю, в женском отделе белья, и так далее, вот этого очень-очень много, большой выбор, ну, как бы это и прикольно, как бы мне тоже, знаете, вот так если смотреть, мне неприятно видеть кого-то вылазающие стринги, откуда-то здесь такого не встретишь, какой-то лифчик где-то вылазающий, там, или не по цвету одеты, если ты видишь какое-то белье, когда видны лямки, или другого цвета, не по тону, выбивающиеся заметно из-под одежды, это всегда обычная, кто-то иностранец, не местные жители, местные себе такое не позволят, ну, просто это считается некультурно, некрасиво, и потому что, поэтому у всех, вот пунктик есть у каждого турка, вот такое нижнее белье, незаметное, аккуратное, деликатное, обычно это в летнее время, да, когда такая открытая шахоновая всякая одежда, и это очень важный момент, это настолько вот норма и культура, что я сразу вижу иностранцев, это сразу бросает, что человек, например, здесь не живет, или не живет недолго, не знает вот эту норму поведения культуры, поэтому нижнее белье незаметное, либо там майки, вот эта вся история про мужчин, про женщин, есть обязательно у каждого, это вот у каждого турка, у каждой турчанки, это вот опять же, как почистить зубы, как помыть волосы, обязательно. Вот давайте еще немножко, да, стереотип отчасти, но правда, практически у каждого турка, если он не лысый, и у него не супер короткие волосы, ежиком, да, подстрижены, практически у каждого турка есть воск для волос, почему? Потому что волосы непослушны, очень у многих они кудрявятся, жесткие волосы, плотные, черные, их укладывать очень тяжело, и только гели, там сильная суперфиксация, они есть на каждом шагу, в каждом магазине, в продуктовом 24, типа на 7, да, всегда есть какой-то гель для волос, вдруг, типа, внезапно понадобился. Очень многие мужчины этим пользуются, но, к слову, когда вы видите какие-то странные прически, гелевые, зализанные в туристической зоне, я бы даже про это у мужа спрашивала, у каких-то друзей, мы даже ржали, сами турки не знают, почему в туристической зоне есть вот такая категория людей, которые так укладывают волосы, по старинке, там, 20-летней давности моды и так далее, не стильно, а как-то странно, но они к тому, что это люди, кто так делает, очень часто из провинции, ну, как бы, не сидящие за трендами, за модой и так далее, но вот как-то вот так у них, то есть, это не про всю Турцию, не про крупные города, это вот чисто вот, такой колорит, скажем так, курортной зоны, но турки-то в городе укладывают волосы, то же деле у всех все есть, обязательно, и вообще очень много, знаете, они используют такие спреи, это у тебя соленый спрей для волос, всякие там шикалки, мыкалки, господи, это всего навалово, у мужчин и женщин, у даже мужчин этим больше порой пользуются, потому что женщины сейчас с длинными волосами, они как-то убирают, закалывают, или с распущенными уходят, уход немножко другой, да, вот на короткие такие вьющиеся волосы, жесткие, нужен определенный, да, фиксация какая-то, поэтому этих средств в мужском отделе даже гораздо более. У каждой турчанки есть всегда платье, либо костюм, юбка там с блузкой какая-то, в зависимости от возраста и так далее, но какое-то хотя бы одно, неважно, где она живет, парадное, выходное, платье для свадьбы, сюнетов, встреч, помолвок и так далее, которые все ушито стразами, либо пайетками, чтобы дорого-богато, все блестело, все лучшее в один момент, и неважно, это от культуры, от уровня социального жизни, в деревне это происходит, в крупном городе, высшее какое-то общество, вот эта особенность, торжество, выход, ну как, для примера, возьмем свадьбу, обязательно нужно, без этого никуда, это прям элемент, это очень важно, всегда такое платье, в стразах, клепках, короче, а у мужчин, я не знаю, ни одного турка, у которого не было костюма, черные брюки, пиджак, белая рубашка, еще какая-то, то есть у них всегда есть такой набор, на выход, на праздник, на свадьбу, они вообще, в принципе, эти платья, кстати, очень дорогие, не дешевые, они в принципе стараются покупать новые всегда, на новый выход, вот они раз купят, дофига денег потратят, оно висит в шкафу, нафиг не нужное, но раз она в нем вышла, потому что родняш собирается, второй раз уже в нем, как бы, не камельфо выходить, и так далее, но вот это вот праздничное, даже женщины стараются, оно не одно, я к минимуму, одно точно будет, такое праздничное, сразу вся история, если вы меня спросите, я таким не обзавелась за все годы здесь жизни, я такое просто не люблю, мне это не близко, я не считаю это как-то красивым каким-то, есть красивые варианты, но они очень-очень дорогие, я просто не вижу целесообразности приобретать на один раз, выйти за несколько тысяч, там, лир, или десятков тысяч лир, платья на один вечер, ну, я просто другой человек, у меня менталитет вот другой, понимаете, я немножко по-другому, как-то более сдержана, ну, короче, скажу так, на фоне фотографиях семейных праздников, таких свадеб и всего прочего, на фоне этого роскоши, блесток, страз и всего прочего, я всегда довольно-таки скромно выгляжу, у меня всегда что-то, у меня всегда там, там, черное, там, еще когда однотонное, такое люблю, глазик какую-то, да, не люблю, когда ярко, чересчур, у них здесь вообще все, это принято, и это вообще подсушительный повод показать все самое лучшее, все самое дорогое, дорого-богато, чтобы было, и вот, короче, это есть у каждой турчанки, у каждого турка есть, конечно же, костюм, это вообще просто, вы знаете, вы можете видеть, что в многих госучреждениях на какой-то работе, в принципе, в белой рубашке, в брюко ходят очень часто, мужчины, здесь такой вот дресс-код у них есть, негласный, и последнее уже, что есть у каждого турка и у турчанки, у каждого из них есть родственники в каком-либо городе Турции, во-первых, потому что семьи большие или за границей в том числе, то есть у каждого есть родственники где-то, если вы общаетесь, каждый скажет, что у меня там-то тот, или этот оттуда, ой, у меня там тетя живет, а у меня там дядя, еще так далее, во-первых, потому что у них большие семьи, они все где-то куда-то разъезжаются, и если даже турок родился вот в этом городе, ну, мы снимем Стамбул, и, допустим, у него нет там умерли братья, сестры, тетя, короче, никого нет, ну, условно, там у него семья, там, не знаю, дети свои есть, ну, короче, каких-то родственников, вот нет у него истории, нет семьи, такое тоже бывает, или там один он и был ребенок, а родители уже умерли, он один остался, там тетям и дядям, да не знаю, какие-то проблемы могут быть, нет общения, но всегда скажут, да, я, например, там учен, а вот мой папа был из вот этой провинции, а вот моя мама оттуда, почему это делается, это отмечается, об этом говорят, и почему для них это так важно, то есть, если, условно, он там никогда не был, никогда не жил, но в своем вопросе, когда спрашивают, а ты откуда, и он все равно расскажет, что, а вот мой папа или мама оттуда, он сделать на это акцент, не забудет, это важно, потому что это культура, особенности этого региона, это и менталитет, и привычки, и кухня, и поведение, и характер, и все из этого вытекает, то есть, условно, на своем так это такой генетический, да, можно сказать, культурный паспорт человека в стране, скажи провинцию, откуда твои родители, то есть, это в семье будет вот эта культура, тебя родители вот так по этим правилам будут воспитывать, у вас такое будет поведение, даже на характер твой влияет, и так далее, и только спрашивая, откуда ты, из какой провинции в Турции, они уже делают вывод и понимают приблизительно, какой ты человек, какое твое будет поведение, реакция, какую ты кухню любишь там, и так далее, потому что есть определенные качества, в каждом, называем так вместе в провинции, и отягчающие, или там, наоборот, облегчающие какие-то моменты, пунктики, да, есть одна провинция, не буду называть, что мы там считаем, что там одни там лгуны живут, легкодоступные там, легкие такие люди, да, поверхностные, даже для турков необязательные через-чуть с их бокорыс, посмотрим, да, или бокалым и так далее, короче, даже там считают, ой, с этим человеком лучше бизнес не держать, он оттуда, да, они там все такие вруны, лжицы и так далее, да, а вот эти вот, а эти наоборот, добрые, открытые, они там более, такие честные, вот это всегда, вот скажи, откуда ты, я скажу, кто ты. Надеюсь, это видео было вам интересно, полезно, напишите, пожалуйста, еще какие-то моменты в комментариях под этим видео, дополните мое видео, как вы считаете, что еще есть у каждого турка или у каждой турчанки, какие ваши наблюдения. Спасибо всем большое за внимание, ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, делитесь им, пожалуйста, пишите больше комментариев, мне это очень приятно. В инфобоксе под видео моя почта, если вам нужна моя баксонсультация как психолога, пишите, пожалуйста, туда, я вам отвечу, сориентирую. Спасибо всем, пока.